Сейчас чаёк будем пить, я возле компьютера, на диване, да. Так я тоже люблю делать, и это у меня сладости к чаю, курага лечебные и финики. Сходили немножко в церковь, в субботу побыли, ну мы буквально на 40 минут, потому что, в общем, как получилось, пошли в аптеку перед церковью, каленьки лекарства купить для компрессов, лекарства нет, вы представляете, а до другой аптеки идти далеко, и, в общем, не знаю, до скольки она сегодня работает, может быть, до 7, и поэтому нам ещё идти минут 20, поэтому побыли с расчётом того, что нам нужно ещё сходить в аптеку, ну дождались помазания, вот, это самое главное, завтра планируем. Очень солнечно, но прохладно, потому что недавно был дождь, но так в целом классно на улице, мы ещё в шапки, в куртки идём, хотя многие люди уже без шапок ходят, мне кажется, ещё прохладно. Это моя тень. Так, сейчас покажем вам, что купили. Магните, хмели-сунели, у меня приправа закончилась, очень её люблю, всегда беру, именно вот эта приправа, я уже привыкла к этим специям, мне кажется, они самые такие бюджетные, самые хорошие. Так, это из другого магазина, это у нас биобаланс, мягкий творог, это я взяла себе завтра, в воскресенье, поймали в понедельник, каленьки, вот такой огушетворог, мы в детстве только ели эти твороги, один раз даже отравились, в магните была не свежая, попали, в общем, всей семьёй тогда, помню, слегли, но всё равно мы его любим. Так, дальше, купила я такой окорочок, что-то ни в пятёрочке, ни в магните, вообще нету курицы, а что есть, вот даже охлаждёнка, например, бёдра мы хотели взять, у них какой-то запах уже, знаете, кислый, я прям побоялась брать, я думаю, лучше я немножко переплачу за воду, но это сухая заморозка, куплю один окорочок. Так, дальше, салат из морской капусты, сейчас по классной акции идёт, завтра как раз приготовлю свой любимый салатик, он уже идёт с сыром, и он уже идёт с майонезиком, то есть его можно даже так есть. И вот такую вот сметанку взяли, вот смотрите, окорочок, шоколадка 42,90, 10 рублей специя, творог 26,90, Колин творог 26,90, салат из морской капусты 33,90, а вообще он 50 с лишним рублей стоит, и сметанка 37,90. Так, и теперь что мы взяли в пятёрочке, Россию взяли тоже по акции, так, а сколько-то России, блин, это мы в магните взяли, я уже всё поперепутала, в магните 42,90. Вот такой вот чупик взял Коля себе, стоит 14,90. Бумагу взяли первый раз, такую беру, вы знаете, она прям даже пахнет чем-то, мне кажется, она пахнет цитрусами, да, Колин? Оранжевая бумага у нас 53,90. Вот такой вот скатерть. Она лучше, чем белая. Лучше, чем белая, да? Вот такая вот скатерть, по-моему, был другой узор, вот я вам показывала такого цвета, по-моему, был другой узор, хотела ещё полотенечко взять, полотенечко уже все разобрали. 19,90 стоит салфеточка. Так, бананчика взяли, ну, пару. Да, Колиньки, у меня грейпфруты есть, ещё яблоки. Колиньку бабушка сегодня в церкви яблочком угостила. Смотрите, прям какой, ох, прям такая кожица и ароматная, кстати, красивая яблочко. И масло. И купили, да, масло 49,89. В общем, как получилось, подхожу я на кассу, так, сейчас к вам повернусь, подхожу на кассу, и получается, я пакет взяла маленький, и, в общем, мне, чтобы как-то не давило, я вот это вот масло переложила в сумку. Получается, что мы сначала в пятёрочку зашли, а потом мы пошли в магнит. И, значит, в магните я уже, когда выкладываю на ленту, я беру ещё один пакет магнитовский, и из сумки я достаю вот это масло и кладу его в пакет. И на меня продавец, а масло? Я говорю, а что масло? Говорю, масло куплено в пятёрочке. Я понимаю, конечно, что они должны там, не должны интересоваться, но, честно, мне кажется, это вот унижает. Просто, когда ты что-то достаёшь из сумки, это правда, ну, какое-то унижение, что ли. Не знаю, мне так неприятно, конечно, стало. Ну, да ладно, ничего страшного. Ну, в общем, такие дела. Пришли с храма, наконец-таки я сходила на причастие, на исповедь. Если бы вы знали, я так давно не была на причастии. Два месяца для меня это очень много, прям вообще. Я причащалась в последний раз. Прощенное воскресенье, прям перед самым началом поста в пост, мне ни разу не удалось сходить на причастие, на исповедь. Потому что просто было очень плохо. Как я говорила, я и в храм-то ходила, там, по полчаса на службу, по 40 минут. Вот я даже не выдерживала всю службу отстоять. И тут, наконец-таки, я прям так рада. Вы себе представить не можете. Ну, те люди, которые регулярно причащаются, я думаю, они меня прекрасно поймут. Ай, слава Богу за то, что он помог мне, так сказать, собрала я себя в кучку и сходила. Сегодня православный женский день. День женмироносец. Я всех поздравляю женщин и хочу пожелать вам веры, крепкой веры в душе. Будет вера и все приложится, все преодолеем. Смирение, конечно же, и терпение. Терпеть, терпеть и еще раз терпеть. Даже несправедливость мы тоже обязаны. Подошла ко мне бабушка в храме и говорит, заходила в пятерочку, купила себе водолазочку. И говорит, вроде по размеру, мой размер, померила потом, а она мне маленькая. Назад, мол, не принимают. Как ты смотришь на то, что я отдам ее тебе? Я, говорит, думала, думала, некому отдать. Я говорю, ну давайте. Да, сразу говорю, можете писать и думать все, что угодно. Каждый думает в меру своего развития. В меру развития умственного и в меру развития духовного. Поэтому я эту водолазку приняла, конечно же, поблагодарила бабушку. Сейчас я вам ее покажу и померяю. Она, да, она, конечно, не моего размера, но она мне понравилась, как она села. Интересно, оказывается, в пятерочке-то продаются неплохие вещи. Я там ни разу ничего не брала. Серый цвет у меня, серого в гардеробе очень мало. И здесь очень классный воротник. Сейчас я померяю вам. Ребят, смотрите, какая она классная. Посмотрите на воротник. Не знаю, как это мне вам показать. Я вам сейчас вот так вот покажу. Смотрите, какой воротник классный. То есть его можно как вот так вот сделать. Так его можно вот так вот сделать. В общем, обалденный. Как угодно можно с ним играться. Воротник действительно классный. Так что, вы знаете, у меня есть идейка теперь присматриваться, что вообще продают в пятерочке, какие вещи. Видите, она вроде как большеватая, но она классная. Она все равно хорошо сидит, классно смотрится. И, в общем, вот такой вот подарочек. Это буклетик с новинками из фикс прайса. Видела я вот такую вот корзинку, вот такую. Я не думала, что они новинки. Они прямо на отдельном стенде, все вот эти новинки. Помещенный рюкзак мне не понравился. Нет, ну знаете, как для подростки, для девчонки лет 10, там 7, например, да. 10 может нормально будет. Но не для взрослой женщины все-таки. Ну, как-то, сами понимаете, за 99 рублей дешево смотрится. Не знаю. Мне не понравился. Вот эти вот органайзеры очень крутые. Я их уже на ютубе видела у девчонок в обзорах. Вот эта коробочка классная. А вот эти вот крутые, видите, у них даже узоры очень интересные, с бабочками. Ну, там, кстати, разных цветов были. Не только такая фуксия. Да что-то опять у меня камера не хочет. Вот это я не видела. Здесь креманочки, фрукты, коврик. Коврик мне понравился, тоже симпатичный. Я, знаете, думала, что он 99 рублей. Нет, он 77 рублей стоит. Так, и вот такой вот шар. Коля увидел мяч антистресс, ему понравился. Захотел коврика, не видела. Но интересно. Вот такие вот сидушки очень классные. Красиво смотрятся прям так. Ну, это скрепочки, кабели. Щетка и вот такую вот, может быть, щетку для ковров. Не знаю. Так, сейчас расскажу. В общем, у меня тут приключилась беда. У меня шнур USB от фотоаппарата. Он у меня, в общем, накрылся. Дело в том, что я подсоединяю один конец шнура в фотоаппарат, другой конец в ноутбук. И перекидываю таким образом свои видео, которые я для вас снимаю, да, для влогов. А потом уже на компьютере я их там склеиваю в программе. То есть я не вынимаю карту памяти. Почему? Потому что у меня в карте памяти сломался регулятор посерединке. И я его залепила скотчем. То есть если его туда-сюда тягать, просто у меня карта памяти перестанет работать. Вот. И, в общем, такая, знаете, проблема. Вот этот вот провод вообще нигде не найдешь. В прошлом году мы покупали провод от этого, от моего Lumix Panasonic. С рук. В этом году мы смотрели на Avito. В общем, нигде нет. С рук никто не продает. Просили накольного папу. Он заходил в DNS в городе. Брал фотоаппарат, брал вот этот USB кабель. Он микро-USB считается. И, в общем, продавец посмотрел и сказал, можете не искать. Такие вот для мыльниц только через Китай. То есть здесь вы не найдете такой кабель. Да, действительно нигде нету. Ну вот смотрите. Я сейчас на Джоми. Я на Джоми зарегистрирована. Я, правда, ничего не заказывала. Вроде бы должен, несмотря на то, что он написан для Nikon. Кабель вот этот вот, 107 рублей. Здесь идет в описании совместимость. И вот он, Panasonic Lumix идут. По идее, должно подойти вроде как по фотке. Я сейчас корзину забросила. В общем, не знаю, когда, наверное, тогда завтра или сегодня вечером закажу. Так что такие дела. Просто если вот этот вот кабель будет идти месяц, мне это сделали кабель. Ну, Колин папа его там что-то нахимичил, запаял. Но его надолго не хватит. Это 100%. А этот кабель у нас будет идти, по-моему, около месяца. Или даже тут пишут вообще 60 дней куда-то он шел. Долго очень. В общем, не знаю. Ну да, придется... А нет, смотрите, 12-31 день. Поэтому если вдруг я пропаду, значит у меня вообще катастрофа с зарядкой. То есть я же еще через этот кабель не просто перекидываю данный, я еще и заряжаю свой фотоаппарат. Ну, в общем, такие вот дела. Так, с вами немножко поболтать. Хочу сегодня приготовила. Пшенку отварила. Так, там у меня пшенка. Здесь у меня гуляш из курицы вместе с морковкой, с луком, со сметанкой. И тадам! Луковый пирог. Ну, это я его так режу криво. Вот, он очень вкусный. Подсела я на луковый пирог. В общем, и Калюнька у меня его любит. Он с плавными сырками. Готовлю я по рецепту Ольги Матвей. Если кому-то интересно, может, вы там по каким-то другим рецептам. Я именно по рецепту Ольги Матвей. И больше даже не собираюсь экспериментировать, потому что меня полностью устраивает ее рецепт. Сейчас подогрею себе чаек. Сейчас пью вкусный чаек. Хочу вам рассказать о моих кошках немного. Я вам сейчас их не показываю. Ну, в общем, маленькая у нас адаптировалась. Она быстро привыкла. Она кошка ласковая. Она игрушка еще та. Хочешь ее погладить, она сразу цапает, кусает. Но спит она исключительно с нами. Первое время она спала с Калюнькой. Возле Калюньки к нему все жалось. Потом она стала спать со мной. Потому что Калюнька ее, наверное, чересчур мучает. Ну, маленький ребенок, он... Нет, он как бы не бьет ее. Ну, вы знаете, так вот трепет. Как вот детки, да? Как с игрушкой. Они же не понимают, что где-то там, может быть, больно им сделали. Где-то там надоели им. Ну, это детки. Вот. И поэтому она стала спать со мной. Она прям вообще лащится. Спит либо рядышком, либо в голове. В общем, где угодно. Хорошая кошка. Ну, конечно, она уже у нас лазит по столам. Не гоняя. Потому что я вообще не люблю, когда животные на столах. Для меня это ужасно. У нас Маруся вообще неисправимая. Просто ее уже ничем не исправить. Она лазит по мусорному ведру. Лазит по столам. При всем при том, что у нее пузо огромное. Она сытая. Даже чересчур сытая. Но у нее это, видимо, знаете, вот есть такое. Кошки там, например, какое-то время жили на помойке. Она какое-то время жила на помойке. И, наверное, вот эти вот... То, что в мозг тогда было заложено, оно, наверное, уже и на всю жизнь. Ну, как бы я-то особо ее в этом не виню. Но я не хочу, чтобы маленькая шла по ее следам. Маленькая очень любит нашу Марусь. Как только Маруся сбегает в квартиру... У нас Маруся ходит в туалет. Она всегда просится. То есть мы ее выпускаем. Маленькая ходит в лоток. Лоток стоит в туалете. И когда Маруся приходит домой, маленькая всегда на нее накидывается. За шею ее лапками обнимает. Балуется, дурачится. Ну, Маруся у нас не особо игривая, честно вам говорю. И бывает так, что она на нее рычит. Даже типа, отстань, я хочу спать. Я думаю, кто меня давно смотрит, знает, что у нас Маруся. Достаточно своенравная кошка. И она... Первое время, вы не представляете, наверное, первый месяц, как вот мы привезли маленькую, Маруся рычала на нас. То есть она на нас рычала. Это было так дико, потому что я никогда не видела, чтобы Маруся так на нас... Она с нами не спала. Она к нам не шла. Она рычала на Коля. Она рычала на меня. Вот натуральным образом. Сейчас вот буквально на неделе 2-3 она смягчилась. Она иногда приходит к нам ложиться в ноги. Маленькая, кстати, рядом с ней. Наверное, малышка в ней как-то маму свою хочет увидеть, что ли. Не знаю. Вот. И она уже стала мягче. Ну, конечно, характер у нее, это же надо целый месяц обижаться, дуться на нас. Ну, ничего страшного. Привыкнет, маленькая подрастет, будут тут еще большие баи устраивать. Сейчас я вам, кстати, их покажу. Они возле батареи лежат. Вот. И где Маруся? И маленькая к ней жмется, особенно возле батареи. Они тут любят спать. Маруся у нас раскабанила знатно, я вам хочу сказать. Она была гораздо худее. Сейчас я даю много есть, и не всегда у меня получается контролировать. И получается так, что Маруся свою тарелку съедает, и съедает тарелку Маргошки. Вот. Поэтому она наедается. Ой-ой-ой. Ну, давайте вам в качестве примера. Наша малышка уже подросла, ей скоро будет... А, ей уже три месяца исполнилось на днях. И вы посмотрите, какая вообще разница. Маргошка. Красавица. Очень красиво. У нее большие уши пропорционально, да? Если смотреть по ЮЭТу, у нее даже больше, чем Маруся ушки. У нее очень красивый окрас. Прямо мне как-то, мне кажется, она даже красивее с возрастом. У нее разрез глаз очень интересный. Видите? В общем, кошка очень классная. Все от нее просто без ума. Вот Колин брат двоюродный приходил, который в городе Ваня. Я, по-моему, даже вам как-то его показывала. Он прям вообще без ума от нее. Колин папа от нее вообще оторваться не может. Ну, в общем, все ее... Видите? А ей мешает. Ей не нравится, потому что она спит, а ее тревожит. А маленькая просто хотела ее немножко обнять. Видите, все, хвостом машет. В общем, да. Такие игры. Ну, а так, в целом, она кошка такая, довольно-таки покладистая. По крайней мере, пока она своего так, знаете, характера, как Маруси, у нее такого нет. Я надеюсь, что не будет. Вот. Меня очень порадовало, то, что у нас первого дня она ходит в лоток. У меня с ней нет вообще никаких проблем. Она ходит в лоток исправно. А, кстати, знаете, в чем особенность? Еще у нее есть одна. Я сначала думала, что мне казалось, первые несколько дней я не понимала, в чем прикол. как только мы идем в туалет, она летит в свой лоток. То есть, бежит за нами и ходит в свой лоток. А знаете, ну вот, например, по Маруси я заметила, она вообще не любила, то есть, чтобы кто-то там вообще на нее смотрел, когда она ходит на лоток, да. Ну, не было такого. В общем, ее хозяева приучили, таким образом, они приучили ее к туалету, к горшку, что вот идут они в туалет, и животное идет с ними. Вот таким образом она приучена. В общем, очень интересная особенность. Честно говоря, я в своей жизни не слышала о таком способе приучения животного к лотку. Ну, видите, да, она должна быть длинношерстной, судя по всему. Тикусака моя, красавица маленькая. Ну, вот она стала расти, она как-то худая, она ест хорошо, у нее аппетит хороший. Но, наверное, первый год, наверное, все в рост будет идти, а потом уже будет набирать вес. Котофейка, красавица моя. Ну, очень-очень красивая кошка, очень милая, и пока по характеру она хороша. Она играет с удовольствием в Колиной игрушки вместе с Колей. Ей раздолье тут много. Мы на днях перебирали игрушки, я все высыпала. Вы бы видели, она и один шарик утащит, там бегает по всей квартире с ним, и там еще на игрушку нажимает, которая там пищит. В общем, очень. Ну, ребенок, что говорить? Конечно, это ребенок. Пускай это и Котофеюшка, но это же ребенок. Ты ребенок мой. Красавица наша. Ну, вот она, Маруська, что-то еще недовольная. Наверное, думает, когда это они уже уйдут. Да, Марусь? Маруська. Такая раскабанелка такая наша. Раскабанелка. Вот она. Ну, все. Пойдем выкладывать видео, Маргошка. Коля ее тоже таскать любит, как только придет. Ты моя хорошая, говорит. Ты нас ждала? Да? Да, Зай? А? Сейчас. Вот Коля как раз исполнил. Говорит, принеси мне маленькую. Это у нас большуха. А это малая. Кстати, смотрите, вот так вот я постелила на микроволновке вот эту вот салфетку, которую покупала в пятерочке. И вот эта вот фиолетовая корзина, которую я брала в экспрессе, я просто ее брала еще до того, как купила салфетку. Ну, думаю, для каких-нибудь, для кухни там, для ванной подойдет. И посмотрите, как классно гармонирует, да? Тут нежно, тут такой розовенький, а это какой фиолетовый такой, светло-фиолетовый. Мне кажется, прям вообще классно гармонирует, потому что у меня постоянно что-то на микроволновке. Ну, в основном это какие-то там лекарства, витаминки, ручки, карандашики, зеркало, щипчики здесь же у меня. Ну, в общем, классно, мне кажется, красиво все это дело у меня выглядит, смотрите. Сегодня у нас вторник, а у нас начались дожди у нас. Дождливая погода, все. Сколько, наверное, несколько дней прям была такая теплота-теплота, люди разделись, чуть ли не в шортах ходили, а тут уже надо и пальто надевать, либо куртку, и шапку теплую, шарф. В общем, мы на улицу сегодня не ходили, потому что хорошо у Коля резиновые сапожки есть, надо будет себе как-нибудь, может, в следующем году купить резиновые сапоги, ну, действительно, очень удобно. Вот. И запачкать быстро помоешь, и в лужу наступишь, не намочишь ноги свои. Вот. Ну, все, наверное, это будет конец влога. Попрощаюсь я с вами, потому что у меня не получается с вами прощаться. В общем, всем пока, и хочу вам пожелать отличного настроения, не унывайте, несмотря ни на что. Держитесь, крепитесь, все будет хорошо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok